Всем доброе утро! У нас время 8.20. Я иду на автобус. У нас сегодня такой ветер. Ребята, вообще прям сильный. Вам, наверное, будет плохо меня слышно из-за ветра. Ну, если что, потом звук наложу поверх голоса. Ну вот, иду на остановку. У нас снег идет. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Будьте все счастливы. Это самое главное. И здоровы. Приехала я уже в город. Сходила в администрацию, сделала справочку. Бегу теперь в школу. Надо быстренько отдать туда ее, чтобы ребята успели поставить на питание. Вот, приходится бегать. Запахалась уже, честно. Устала. Ладно. У нас сегодня ветер такой метет так сильно. Просто ужас, ребят. Вот. Вообще. Памятник весь замел. Ой, единственные горки, которые по городу. Нынче в центре там не поставили горку. А вот наша школа. Большая. Детям нравится эта школа. Ладно, бежим, бежим, бежим. Дорогие мои друзья, меня подписчица в комментариях спросила, что это за приложение, которое я делаю Оксане. Вот, смотрите. Два приложения. 8 плюс 7. Вот приложение. Так, примеры по математике и сложение вычитания. Вот, открываем. И вот здесь по уровням... Ой, подождите, звук уберу. По уровням можно уже... Ну, вот, давайте вот следующий уровень откроем и решаем. Видите? Вот здесь вот набирается решение. Так, вот смотрите. 11 минус 5. 6. И нажимаешь. Это вот первое. То, что я вам показала. Так, сейчас я покажу второе, которое я и закачала, но я ее еще не давала. Тут можно на сложение и на вычитание сделать. Ну, вот давайте на сложение начать. 4 плюс 16. Ответ 20. Равно делаем. 10 плюс 5. 15. Равно. Оксана уже вам говорит, хочу. 20. Ну, в принципе, приложение несложно. А где я их искала? Сейчас я вам покажу. Вот просто берем, открываем Play Market. И вот здесь пишем тренажер. Тренажер первый класс у меня уже есть. И вот здесь вот выходят разные, очень много разных тренажеров по математике. Фиксики. Вот можно сделать тренажер по чтению даже есть. Вот хочу потом еще установить. Есть даже по английскому. Можно просто не первый класс, а просто тренажер для учеников написать. И так же вам выйдут разные предметы. Тут есть для разных классов. Можно для третьего, пятого, десятого. Для любых классов. Очень, кстати, интересный. Мне подсказали, вот тоже, можно сказать, мои подписчики. Ну, я видео в одном, видео смотрела у одного блогера и увидела, что они там тоже так делают. Ну, я потом тоже решила поискать. Вот очень много, кстати, нашла приложения. Надеюсь, что я на ваш вопрос ответила и вам это помогло. Стоим на остановке, ждем автобус. Марина, Ваня, скажите привет. Ваня. Марин. Привет, скажите. Ладно, стоим, ждем автобус. И поедем домой. Я вообще ничего не снимала, не до этого было. Это серьезно говорю. Да, Ваня, ты сейчас опять весь снегу будешь? На улице такой ветер сильный, просто ужас. Холодно прям уж. Ну, хотя на улице тепло. Вот как понять? Ветер просто холодный, а сама погода на улице теплая. Ладно, стоим, ждем автобус. Дорогие друзья, в оконцовке автобуса нету. Жзали-жзали мы и идем пешком. Да, Ваня? Такой ветер сильный. Ладно, мы идем пешком. Тут рядышком как бы две остановки, да? Ну, полчаса ходьбы. У меня дети в школе стоят на остановке. После школы. А автобуса нет. Вот они, бедные, намерзнутся сейчас у меня. Шагай, Мариночка, шагай. Холодно. Ветер. Так-то тепло, но ветер этот прям в лицо дует. Прям вообще. А вот здесь вот у меня муж работает. Недалеко от дома. Ладно. Идем потихонечку до дома. Так, все, привела я малышей домой. И у меня школьница сейчас вот пришла в автобус, считайте. И школьницы пришли домой. А я иду в магазин за молоко купить. Вот этот вот фонарь все-таки подлый. Когда к нему подходишь, он выключается. От него отходишь, он включается. Какой-то это... Нехороший фонарь. Тайсон. Ну и погода. Ветер такой. Ветки наломал, накидал. Вон что, везде ветки валяются. Да, Тайсон? Тайсон, скажи привет всем. Хе-хе-хе. Ладно, идем в магазин. Так, сходила в магазин. Что купила? Три булки белого. Баранки ванильные взяла к чаю. Потом молоко 2,5 литров. Четыре штуки. И 1,3,2. Просто больше таких не было. И вспомнила, что у детей закончится цикорий. И взяла вот такой цикорий. Надо почитать, как он используется вообще. Ни разу мой жидкий не брали. Но мне когда-то советовали, что вместо кофе можно заменить на этот цикорий. Вот как раз попробую. Что получится. Вот такие вот все мои покупки. Всем привет, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. Погода у нас не очень замечательная. Оксана уже со школы пришла у меня. Ксюша кричит. А я жду, когда приедет со мной знакомый, чтобы съездить за комбикормом. Время уже 3 часа дня. Что у меня часы покосились. Во. 3 часа дня. Сейчас дождусь, когда он приедет. Съезжу за комбикормом. У нас у Курии уже 3 дня нет комбикорма. Приходится то каши варить, то еще что-нибудь дать. И вот так вот и выкручиваемся. Как плохо, когда не на чем привезти. Нету машины. Это вообще какой-то ужас. Тут моя Ксюша со всеми здоровается. Многим мне нравится, что я ее снимаю здесь. Поэтому не буду снимать. Ладно, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. У нас сегодня такое солнце. Прямо аж глаза ослепляет. Ребят, попробовала я вот этот вот цикорий. В принципе, он неплохой. Пью как бы нормально. Но его надо совсем капелюшку добавлять. Он вкусный. Даже очень. Лучше, чем порошкообразный. У меня волосы вот так вот всегда стоят. Такое солнце светит прям на кухне. Да, Ксана? Аж ослепляет. Ладно, достала я сегодня курочку. Хочу сделать гречкой в духовке. Ну, это вечером после садика буду. Сейчас курицу только замариную. И оставлю мариноваться. Сейчас хочу цикорий попить, пока не приехал. Еще знакомый, чтобы ехать. На базу за комбикором. Поэтому сейчас только кофе. Ну, цикорий попью. А то голова очень сильно болит. Я не знаю, что со мной. Но у меня вот знаете, такая сонливость. Я могу сидя уснуть прямо. Это вообще. Я давно такого не ощущала. Мне многие говорят, может я гемоглобин низкий. Хотела сегодня в больницу сходить. Пришла, думаю, лягу по лжу. Потому что голова сильно кружилась. Легла и уснула. Давно у меня такого не было состояния. У меня, наверное, последний раз такое было состояние. Очень давно. Но вот сегодня не получилось, значит, сходить. Завтра схожу в больницу. Попрошу направление на анализы. Проверю гемоглобины и флюорографию. Пройду на всякий случай. Не дай бог там что-то. Ладно. Пью цикорий. Хотела вам похвастаться, что я опять завершила из вышивки. Вот такой вот замечательный. Это как игрушечка новогодняя, что ли. От фирмы. Сейчас покажу, что за фирма. Вот такая вот. Новогодний зимний теремок. Причем, знаете, за два вечера сделала его. Что-то плохо себя чувствую. А вечером охота очень сильно повышевать. Большой процесс не возьмешь. Поэтому брала вот такой вот бисер. Немножко, конечно, его покосила. Но когда буду делать игрушку, оно должно выпрямиться. Вот такая вот красота у меня получилась. Пострая сторона не вышивается. Это вместе сшивается. В комплекте есть еще наполнитель. Вот такой вот наполнитель немножко. И также тут ленточка. Но я острю. Ленточка хорошая. Нет, еще не знаю. Вот наполнителя, конечно, мне кажется, это для игрушки. Для этой мало. У меня наполнитель есть, поэтому я не переживаю. Напишите, как вам, нравится ли нет. Хотя я знаю, что многие возмущаются. То, что я показываю на своем канале рукодельное. Прошу прощения. И вот поэтому. Ну, решила спросить, нравится вам это или нет. Если кто любит рукодельное, то подписывайтесь на канал Влог Рукодельное. Ссылочку постараюсь оставить в описании. Если забуду, напомните мне, пожалуйста, то я вам ссылочку оставлю. Вот такой вот чудесный домик у меня получился. Маринуется моя курица. Потом, после садика, будем ее с гречкой в духовке делать. Не хочу сейчас делать почему. Чтоб она остынет. Потому что я хочу, чтобы дети сразу горяченько поели. Когда горячее, оно намного вкуснее. В чем замариновала? Тут обычная приправа для курицы. Сейчас все добавлю немножко соли. И все. И пусть так маринуется. Так, я не дождалась машину. В оконцовке время уже 5 часов. Я иду в садик. Комбикорм уже третий день привезти не можем. Кошмар какой-то. Ладно, идем в садик тогда за маленькими. Потом приду, поставлю кушать. И буду заниматься дальше своими делами. Тейсон, привет! Сидит такой. Статуэтка. Что там? Еще нет, там снег только. Постоянно туда падает снег. Ладно, идем. Тут вроде нас не засыпало сегодня. Дорога плохо прочищена. Ну ладно, хоть как-то можно идти. Идем потихоньку в садик. Все, забрала Ваню с Мариной. Ждем автобус. Да, сейчас приедет автобус. Что у Вани в руках? Яблочко, да, в садике дали. А у Марина в карманчике, да, Марина? Ладно, ждем автобус и поедем домой. Так, все, привезла маленьких домой. Сейчас позвонил знакомый. Приедет на машине, мы поедем с ним за комбикормом. Надеюсь, успеем до 6 часов на базу. Потому что в 6 она закрывается уже. Устала, запахалась. От остановки аж бегом езжали. Да, Тейсон, все. Жду машину и едем на базу за комбикормом. Все, приехали. Тейсон, Тейсон. Ух ты мой, Тейсон. Тейсон, Тейсон. Привезли мы комбикорм. Три мешка. Егорка уже один мешок унес. Еще вот эти вот два. Вышли три мешка на 1612 рублей. Ну, плюс еще водителя немного ты наденешь. Ну, там 300 рублей немножко. Да, Тейсон? Тейсон. Чего там, Егорка убежал, да? Сейчас Егорка стаскает и домой пойдем. Тейсон. Егор, смотри, как тебя Тейсон ждет. Ой, ой, ой. Егорку увидал все. Радости у него. Сейчас будут круги наматывать. Смотри. Статуэтка сидит. Говорит, привет. Да, Тейсон? Тяжелые? Это 25 килограмм. Это на 5 килограмм меньше, чем до этого были мешки. До этого мы покупали на 30 килограмм. А, кстати, вон какие. Если вдруг куриные. Но эти легче. Тебе помочь? Нет. Сам справишься? Ну, я тогда пошла кушать, готовить, ставить. Да? Гречку с курицей сделать? В духовочке. Не хочешь? А что ты хочешь? А что ты хочешь? Ладно, иду домой кушать, готовить. Все, ребята. Приготовила я гречку с курочкой. Вот такая вот она у меня получилась. Я ее просто помешивала, поэтому она неровная. Я, когда готовлю, всегда по несколько раз могу перемешать. Сейчас добавлю сливочное масло сюда. И будет вообще вкуснятен. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.